Инспекция важной стройки Владимир Путин в Амурской области сегодня лично проверил, как обстоят дела на космодроме Восточный и что делается для того, чтобы ликвидировать отставание от графика. Первый запуск был запланирован на конец года, но его пришлось перенести. Как подчеркнул президент, сроки безусловно важны, но главное это качество. Репортаж Макару Данчика. Технический комплекс космодрома Восточный почти готов к вводу в эксплуатацию. Об этом строители сообщили Владимиру Путину, который сегодня находится в Амурской области. По сути, это инспекционная поездка президента. В этих гигантских ангарах будет проходить предстартовая подготовка ракетоносителей. Первый «Союз-2.1А» уже доставлен на космодром и сейчас находится в монтажно-испытательном корпусе. Сюда ракету привозят в разобранном виде по железной дороге в герметичных контейнерах. Затем ее соберут и проведут испытания всех систем. Прежде чем отправить ракету-носитель на стартовый комплекс, ее сначала проведут через это 52-метровое сооружение, мобильную башню обслуживания. Башня уникальна. Подобных нет на космодромах Байконур и Плесецк. Здесь возможна подготовка к старту в самых сложных метеоусловиях. Сердце космодрома – стартовый комплекс. Отсюда ракеты будут выводить на орбиту космические аппараты разного назначения – научные, военные и коммуникационные. Сказали, что этот комплекс, он чуть даже получше, чем на Куруму сделали. Сто процентов. Он профессионалу гораздо лучше. На унизу под нами находятся те системы, которые непосредственно обеспечивают подготовку пуска и пуск ракеты. Президент посетил и командный пункт космодрома. Напомню, что первый запуск планировался на осень этого года. Но из-за ряда коррупционных скандалов на космодроме сроки сдачи объекта в эксплуатацию не раз сдвигались. На совещании о ходе строительства Владимир Путин еще раз напомнил о необходимости строго придерживаться графика работ. Нарушаются сроки исполнения проектов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы отстают от плана. Раньше отставание было до 8 месяцев, сейчас где-то в среднем до 4, но в среднем по объектам. Но и это большое отставание. Знаю также, что и на других объектах, на объектах и за границей отставание было примерно таким же, если не большим. В том числе и в Французской Гвинеи. Все это нам известно, но нам нужно ориентироваться на наши собственные сроки. По данным Генеральной прокуратуры, при строительстве космодрома в Амурской области выявлены факты хищения бюджетных средств на общую сумму 7,5 миллиардов рублей. Возбуждены 20 уголовных дел в отношении чиновников и руководителей подрядных организаций. К сожалению, есть подозрения на проявление криминальных действий и преступлений. Я говорю подозрения, поскольку следствие еще не завершено, но буду требовать от Следственного комитета, чтобы вся работа по возбужденным уголовным делам была доведена до конца и эти дела были переданы в суд. В апреле этого года во время прямой линии с президентом к Путину обратились строители и рассказали о том, что им систематически не выплачивают деньги. С тех пор стройка находится под постоянным контролем правоохранительных органов и лично главы государства. О результате работы правительственной комиссии по строительству космодрома президенту доложил первый вице-премьер Дмитрий Рогозин. Нам пришлось перевести работу на объектах пускового минимума в трехсменный режим. Пришлось поменять руководителя для спецстроя, потому что прежний не справлялся с этой работой. За год фактически была сделана работа, которую мы выполнили на космодроме за три предыдущих года. По словам вице-премьера, первый запуск планируется провести к концу этого года. Однако президент предостерег собравшихся от смелых прогнозов. Космическая деятельность – это не та сфера, где нужны штурмовщины и сверхусилия. Здесь нужна ритмичная работа и качество. Давайте договоримся, вы заканчиваете работу, связанную с водоснабжением, связанную с электроснабжением, с водоотведением. Нужно готовить аппараты к запуску. Это тоже отдельная работа. И настраивайтесь на первые пуски в 2016 году, где-нибудь весной. Если сделать это космонавтике, будет хорошо. Если нет, то и здесь штурмовщина не нужна. Уже известно, что первый Союз-2.1А, который поднимется с космодрома Восточный, выведет на околоземную орбиту два космических аппарата – Ломоносов и АЭСТ. Разработанные студентами МГУ и Самарского государственного университета спутники проведут различные научные эксперименты. На совещании Владимир Путин отметил, что строителями проделана огромная и очень сложная работа. Я говорил о сложностях и проблемах, о нерешенных вопросах и о тех сбоях, которые происходят. Но не хочу, чтобы наше совещание выглядело как, знаете, какой-то разнос там или что-то вроде этого. Я вижу, какая огромная работа проведена. Сделано много. Но на завершающем этапе нам нужно собраться. Собраться, потому что от этого завершающего этапа зависит качество и результат всего проекта. Обслуживать космодром Восточный будут 19 тысяч человек. Для персонала в 30 километрах отсюда строится целый космический городок, которому дали название Циолковский. Это будет полноценный город со всей необходимой инфраструктурой – школами, детскими садами и поликлиниками. Но строительство этих объектов тоже отстает от графика. И президент еще раз напомнил о необходимости достроить Циолковский вовремя. Макар Уденчик, Андрей Мелехов и Тимофей Раевский. Первый канал. Амурская область.